Девушки отдыхают С мужем развелась из-за своей бездетности. Я думаю, она просто привязалась к мальчику. Зачем вы мне все это говорите? Я знаю, что для тебя это не важно. Просто... Просто она не понимает, что делает. Она сказала, что у меня будут проблемы с законом. Надь, давай... Давай не будем накручивать себя преждевременно. Извини. Съезжу к ней сейчас. Поговорю. Постараюсь все решить, Надюш, хорошо? Можно я пока здесь побуду? Я сказала Борису Олеговичу, что вечером приду. Конечно. Дыхай. Привет. Сова. Сова Бьян. Чай фруктовый. Нарси. Стаканчики такие же, как в наше время в столовке были. Да. Я помню, ты их собирала. Да. У меня до сих пор их коллекция дома. Ну, значит, пополнишь коллекцию. Ладно, Ален, ты понимаешь, я тебя сюда не ностальгировать позвала. Надя приехала в офис, все рассказала. Скажи, пожалуйста, а ты действительно считаешь себя в этой ситуации правой? Только честно. А ты считаешь, что нет? Ты не ответила на мой вопрос. Оля, она подписала договор. Она хотела как лучше для своего сына. Это не ее сын. Это мой. Ровно с того момента, как она поставила свою подпись. Ты понимаешь, что это можно юридически оспорить? Подпись. Ты меня сейчас судом угрожаешь? А ты помнишь, кто позвонил, назвал меня в больницу? Алена, она мать. А я, по-твоему, кто? Ну, насколько я сейчас вижу, ты одинокая женщина, которая запуталась и пытается ребенком решать свою психологическую проблему. Ты мне будешь рассказывать про мои психологические проблемы? У меня с головой все в порядке. И я четко, четко осознаю, что я делаю, Оля. И давай больше по этому поводу мы встречаться не будем. А приходи к нам волонтерам. Эта работа, правда, помогает отвлечься от всех своих проблем. В хорошем смысле. Ты просто порой понимаешь, что у тебя все даже хорошо. А знаешь, как я сюда попала? Как? У меня очень болела мама. Мама умерла. И вот как раз волонтерство мне очень помогло. И спасибо Оле за то, что она меня сюда привела. Оля пришла? Ладно, я пойду. Надо нанимать адвокатов. Подавать в суд. Есть адвокаты, но в такого рода делах они берут немало. Так у меня есть деньги. Есть деньги, которые фонд мне выделил. Помните? Да, я помню. Это не фонд выделил, это личное пожертвование одного нашего волонтера. Какая сумма там? Там тысяч двадцать. Двадцать тысяч. Но в этом случае это не очень много. Я попробую найти тебе адвоката за эти деньги. Давай, собирайся, поедем в больницу, тебе еще лечиться надо. Надь, собирайся, я жду в машине. Преступление было совершено до того, как подсудимый уехал из страны. Записал? Да, есть. Да. Света, да. Здрасте, Гитарий Львович. Я боюсь спросить, что в этот раз. Помните, мы с вами подписали документы об усыновлении? Так вот, батя вернулась и хочет забрать у меня ребенка. Та, которая умирала? Да, она сейчас лежит в больнице. Ей нашли новое сердце, она даже идет на поправку. Юрочка, будьте добры, подождите меня в передоре. Присаживайтесь. Ну, если... Так. Так, 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 так. Хорошо. Ну, а что она за человек? Деньги, большие связи есть? Ну, а что она за человек? Девочка из детдома, живет на периферии. Мужа у нее вроде бы как нет. Парня тоже, насколько я знаю. Ага. Ну, а что у вас с личной жизнью? Моя личная жизнь – это мой сын. Мы завтра улетаем с ним в Англию. Так что, если она решит забрать ребенка силой, то нас уже в городе не будет. А это как раз неправильно. Почему? Потому что, если начнется судебный процесс, и тот факт, что вы сбежали из страны, это как раз нам не на руку. Так что лучше остаться и основательно подготовиться к делу. А каким образом он может подготовиться? Вот что. Я так понимаю, вы нигде не работаете. Так вот, этот вопрос надо решить. Вы что, мне предлагаете устроиться на работу? Да. Придется. Алена Сергеевна, придется. Кем? Вы кто у нас по профессии? Лингвист. Прекрасно. Прекрасно. Можете работать педагогом. Неплохой вариант. Ну, а после суда, если он, конечно, состоится, можете взять расчет. Алена Сергеевна, у безработной матери меньше шансов. Привет. Привет. Не ждала? Опять в городе? Да. Можешь меня поздравить? Я тут нашел себе заказчика. А это тебе. Спасибо. Да нет, что я поставлю. Слушай, ну тут, в общем, фрукты разные, витамины. Яблоки, главное, ешь. В них пить и намного. Нормально лежит обмен веществ. В общем, полезная штука. Ты давай, рассказывай. Как себя чувствуешь? Нормально. Ого. Как грустно все. Ну, с сыном виделись? Не понял. Миш. Миш, куда? Да-да. Идем, идем, идем. Идем. Надь. Это она? Да. Где живет, знаешь? Миша, нельзя. Нет, ты что? Тогда полицию вызовет. Хуже будет. Адвоката нужно искать. Да. Садись. Адвокат, да? Да-да. Ну, сейчас. Подожди, подожди. Как тебе? Чу-рин. Да. Чу-рин. Здрасте. Здравствуйте. Угу. Быстрый вы. Это Надя, дядя Коля. Давай, выкладывай. Ну, что говорить. Я отказалась от своего шестилетнего сына, когда думала, что умру. Отдала на усыновление женщине. Сейчас меня вылечили. Месяц прошел. Я хочу забрать ребенка. Не отдают. Угу. Угу. А отец у ребенка есть? Да, но я сама воспитываю. Кем работаешь? Пока без работы. Образование есть? Среднее. Я из детдом. Ребята, я даже боюсь задавать вопросы. А деньги у вас на этот суд есть? 20 тысяч. Ха-ха-ха. Извините. Ребята, ну, я тоже за что-то должен кормить семью. Спасибо, что вы слушали. До свидания. Всего доброго. Миша. Дядь, Коль. Зря стараешься. Даже не начинай. Почему? Болеющая. Безработная. Мать-одиночка. Я знаю. Из детдома. Хочет вернуть ребенка. Здесь без шансов. Еще и деньги не платит. Знаете, кто у нее усыновил ребенка? Кто такая? Алена Вербинина. Не могли не видеть. М-м-м. Миша тут точно без шансов. Хорошо, да. С одной стороны так. С другой. Представьте. Вы ведете дело. Тяжело больной. Матери-одиночки из детдома. Которая пытается отобрать своего родного ребенка вот этой самой Алены Вербининой. Я думаю, будет очень много шума. Так, так, так. Так, 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 так. Ты еще не одета? Сань. У меня есть новость, которая тебе не очень понравится. Мы что, никуда не поедем? Ну, сегодня нет. Мне просто нужно устроиться на работу. Но это ненадолго. Я тебе обещаю. А потом мы с тобой обязательно съездим. Куда захочешь. Англия, Австралия, Италия, Испания. Да, молодец. Слушай, ну дядя Коля, конечно, в хватке у нас всегда был. Ты же ему все рассказала, да? Да. А, ну, вот короче. Как ты его уговорил? Так я же тоже в хватке торгаш. Ну, просто убедил, что 20 тысяч для такого дела слишком много. С ума сойти. Спасибо. Да нет, что? Представляешь, эти 20 тысяч пожертвовал один волонтер из фонда. Да-то что? Бывает же. Бывает же. Я сейчас позвоню Ольге, попрошу его номер. Ага. Радь, дядя Коля просил. Помнишь, не забудь, пожалуйста, сейчас попроси, чтобы тебя взяли завтра же в штат фонда. Хорошо. Давай, обязательно. Ноги. Ноги. Радь, дядя Коля. Здравствуйте, Тимофей Петрович. Алена, здравствуй. Присаживайся. Спасибо. Ну, честно говоря, думал, шутишь по телефону. Ну, правда. Вообще не думал, что ты когда-нибудь к нам заявишь? Ну, как же я без родных-то стен. Слушай, ты серьезно хочешь быть преподавателем французского? Очень хочу. Да я же прекрасно училась, вы помните. Ездила по обмену в другие страны. Ну, а ты уже где-то работала? Переводчиком. Где? У мужа в компании. На конференциях. Алена, ну, ты же понимаешь, что преподавание – это несколько иное. Тимофей Петрович, мне очень нужна эта работа. До свидания, Тимофей Петрович. До свидания. Возьмите меня на испытательный срок. Дальше посмотрите. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, Алена. Сделаем так. Месяц. А там посмотрим. Идет? Идет. Алло, мам, привет. Привет, Алена. А мне помощь твоя нужна. Что-то случилось? На работу выхожу. Алло, что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Все хорошо. Алло. Приезжай домой, поговорим. Странная ситуация получается. Если я не работаю и сижу с ребенком, то я плохая мать. А если она не моя нянь, то хорошая. Я считаю, ты неправильно себя повела с этой девочкой. А почему я другого от тебя не ожидала? Вообще-то ты моя мама. Алена, всего месяц прошел. Значит так. Я поступаю правильно. И давай не начинай. Я тебя просто попросила посидеть с ребенком, пока я работаю. А неужели это сложно? Не сложно. Я сейчас пойду и ближе познакомлюсь с мальчиком. Как дела? Хорошо. А кого ты там видишь? Никого. А ты знаешь, я была маленькая и когда смотрела в небо, думала, как я там буду летать. А ты о чем думаешь? Думаю, где сейчас мама. Привет. 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 Что случилось? Да так, проведать пришел. Ага. Извините хочу. Извините хочу. За то, что я ляпнул тогда по поводу твоей подопечной, Наде. Она мне позвонила. Оказывается, вы продолжаете лечение. Все хорошо? Да. Нашли донора. Статью еще свою хотел написать. Пробил твой фонд по своим каналам. Тут тоже оказался неправ. В общем, не к чему придраться. Ну, я рада, что у нас появился такой чудесный ревизор. Теперь я буду окончательно уверена в качестве своей работы. До свидания, Валя. Пока. Пока, Саша. Коль, ну я же извиниться пришел. Да я поняла. У тебя отлично получается. Нормально все. Все ошибаются. Извини мне пора. Для того, чтобы нам получить реальную возможность выиграть, нам надо закрыть все неудобные моменты из твоей нынешней жизни. В фонде уже работаешь? Да. Отлично. Вот еще один важный момент. Я нашел, где работает Сергей Хлебородов. Это зачем? Если ты в суд придешь с настоящим отцом ребенка, это уже полноценная семья. Пока ты мать-одиночка. Он не придет. Почему? Он не станет помогать. Ему не нужен ребенок. Он не будет помогать. Надя, нам надо, чтобы он помог. Объясни ему, что это только для суда. После суда сразу откажется. Это увеличивает твои шансы перед Вербининой. Она тоже мать-одиночка. Поехали. Да. Поехали. Ты пойдешь? Поехали. Поехали. Хорошо. Нет, гидресс. Я не знаю. Поехали. Что, вы здесь приехали? Угу. Пойдёте с тобой? Нет, я сама. Ну, я пока машину перепаркурую. Спасибо. Девушка, подскажите, пожалуйста, Сергей Хлебородов, офис 217. Мне как с ним связаться? Он очень занят, а вы по какому вопросу? По очень важному личному вопросу. Сергей Александрович, тут к вам девушка. Как зовут? Надя Филиппова. Надежда Филиппова. Хочет поговорить. Говорит по важному личному вопросу. Сейчас пустится. Вам повезло. У него обед. Спасибо. Сейчас съедим на вот мини. У вас там колесо сместило? Снизу. Да. Что вы говорите? А я-то незаметенно сижу. Я вас сейчас сижу, жду. Пойдёмте, у меня колесо в багажнике. Ещё дольше ехать нельзя было? Так, домкрат, инструменты есть? А ваши? На этот не подойдут. Вот, пожалуйста, домкрат. Вот запаска. Вот это, да? Давайте быстрее. Сейчас закрывать будем. Кто это? Яна? Да. Ну, иди уже. Здравствуйте. Здравствуй, Серёж. Извините, я не могу вспомнить, где мы могли видеться. В Макеевске. Семь лет назад. Надя. А, Надя. Да. Ну, и что ты здесь делаешь? Мне нужна помощь. С нашим сыном. Понимаешь, такая ситуация... Надюш, мы, кажется, ещё тогда договорились, что я не имею никакого отношения к твоему сыну. Ну, это и твой сын тоже. Надюш, ну давай так громко об этом не говорить. Вообще, я предлагаю прийти в кафе, присесть. Мы привлекаем слишком много внимания. Прошу. Засранец. РАСИ, БРАНС, БРАНС, БИЛС, ИВС, ИВС, и... Продолжение следует... Долго еще? Еще чуть-чуть. А у вас как? Все хорошо? Ну, исключая ситуацию с колесом. Ну, если не считать, что мой первый рабочий день был как в аду, то да, все хорошо. А вы что, здесь работаете? Да. Преподаете? Французский. Ух ты! Ну так, что случилось? Решила провести занятия творческие. Предложила ребятам завязать знакомство с девушкой в интернете на французском. Ага. И что? А ты ничего такая, телочка с задних рядов. Это они на французском сказали. Если бы вы крутите-крутите. Крути-крути. Ваш суп, Сергей Александрович. Короче, через пару минут. Спасибо, Саша. Вам что? Ничего, спасибо. Надь, я тебе сразу объясню, в чем суть. В общем, у меня все хорошо. Свой бизнес, машина, квартира. Короче, жизнь удалась. Меньше всего я сейчас хочу думать о детях и... Сережа. О каких-то там ошибках прошлых. Ты меня не понял. Мне просто нужно помочь вернуть сына. У меня была тяжелая болезнь, и мне пришлось отдать его на усыновление. Сейчас эта женщина не хочет его отдавать. Если ты его признаешь своим, мне будет проще его отсудить. Все. Надь, ты меня не понимаешь. Суд мне сейчас вообще не нужен. Да и вообще, какой он мой. Его даже в глаза не видел. Я же не знаю, как его зовут. Шурик его зовут. Да какая разница? Шурик, Гарик. Ладно. Мы сделаем так. Я тебе дам денег. Здесь приличная сумма. Для тебя приличная. Ты можешь их потратить так, как считаешь нужным. Но мы с тобой договоримся. Ты берешь деньги. И больше я тебя никогда не вижу. Вообще никогда. Но если ты снова появишься и начнешь меня шантажировать... Я тебя не шантажирую. Послушай. Если ты снова появишься. И начнешь меня шантажировать... Лучше этого не делать. Сколько? Так, да я тебе посчитаю. Значит, инструмент ваш. Улыбку и салфетку. А, понятно. Сколько? Да не сколько. Я преподаватель. Работаю здесь. Зарубежная литература. Инструменты мои. Но они по дереву. Это я завхозу давал. Простите, пожалуйста. Ничего, все нормально. Можно мне салфеточку? А, да-да-да, конечно. Я на пару спешу. Да. Извините, ради бога. Спасибо. Все хорошо. Да, еще одно. Увидимся? Ну, если задержусь. Задержитесь. Первый раз всегда тяжело. Я только что понял. Простите еще раз. Все нормально. И спасибо. Будьте здоровы. Не поможет, да? Денег дал. Сказал, что ты больше не появлялась. Вот. С чем я их взяла? Это в офисе говорили, да? В кафе там у них. Как раз обедал. Ну, понятно. Миша! Простите, Сергей? Да. Очень приятно. Хорошего аппетита. Миша! Ты что говоришь? Да, иди. Быстрее! Быстрее! Успокойся. Все хорошо. Деньги ему отдай. Отдай, пожалуйста. Охрана! Быстрее! Все хорошо. Все в порядке. Хрена-то. Зачем так? Нормально же попросили. По-человечески помочь. А ты вот это вот, да? Нормально? О, ребят, тихо, тихо. Сучок! Да не трогайте его! Чего смотрите? А куда вы его теперь? Угадайте, девушка. В отделение. Хотите с нами? В какое отделение? В 22-е. Машину закрой, пожалуйста. Я не слышу. Машину закрой и ключи забери, пожалуйста. Потом отдашь, хорошо? На, смотри. А что это за место? Это Грузия. Есть такая страна? Я знаю. Алена говорит, что ты очень любишь путешествовать. Это правда? Да. А ты расстроился, что не полетел с Аленой в Англию? Да. А почему ты хотел полететь именно в Англию? Что там может быть мама. А почему ты считаешь, что мама именно там? Просто она сказала, что она выезжает очень далеко. А Англия это очень далеко. Ты хочешь путешествовать, потому что хочешь найти маму? Я ее найду. Всем привет. Да, да, привет. Как вы? Все хорошо. Как ты? Хорошо. Я наконец-таки приехала к своему любимому мальчику. О, а это ты нарисовал? Нет, конечно. Мне поставили занятие завтра. Подменишь мне? Ну, конечно. Занимайся своими делами. Все хорошо. Я пойду пора сделать. Угу. Угу. Ох, ребята, вы усложняете, и так нереальное дело. Что теперь с ним будет? Что с тобой будет, лучше спроси. Если этот Сергей действительно такой крутой, то история с Мишей ничем хорошим не закончится. И ты к ней имеешь прямое отношение. Для нас это очень опасно. Ты вымогала деньги у отца своего сына. Подождите, я не вымогала. Вымогала. Для суда вымогала. Это так можно обыграть. А что теперь делать? Попробую что-то узнать о твоем Сергею Хлебородове. Егор, ты скажи Дэвиду, что мы хотим представить новый проект от нашей компании. Танечка, открой, пожалуйста. Дэвид, мы хотим представить вам новый проект от нашей компании. Пожалуйста, посмотрите на это. Окей. Билдинг... Сергей, можно у вас на минуточку? Ром. Ром, если... Буквально на минутку. Просто на минутку, пожалуйста. Я что-то непонятно объяснил? Ты все понятно объяснил. Теперь ты меня послушай. Иначе о твоем ребенке узнают весь офис. Все-таки шантажируешь. Уже да. Что тебе надо? Мне нужно, чтобы ты забрал заявление на Мишу. Тот, который тебе нос разбил, помнишь? Иначе я расскажу о том, что у тебя есть ребенок, твоей жене, твоему богатому папочке и вообще всем, от кого ты зависишь. Звони в полицию, Сереж. Дэвид, just one minute. двадцать второе отделение. Спасибо. Сейчас телефончик найду. Да, Оль. Привет. Ну что, ты на процедурах? Нет, скоро еду. Ладно, завтра утром подъезжай ко мне. Нужно будет вместе съездить по одному делу. Завтра же я объясню. Давай. Хорошо. Давай. Надь! Привет. Все нормально, он забрал заявление. Ну, а чего это стоило? Пришлось серьезно поговорить. Вот, держи ключи. Надь, прости, пожалуйста. Я правда не хотел. Все нормально, но он бы все равно не помог. Пойдем. Да, давай идем. Заберем машину. Спасибо. Солнышко. Солнышко моё, прости, что я так долго и так часто отсутствую. Я сегодня постараюсь приехать пораньше, ладно? Да. Я люблю тебя. Ну, пока. Бай-бай. Все, а теперь сюрприз. Юлька, так, договорились о Лене Днислова. Привет. Пойдем. Куда вы? Что случилось? В машину. Садись. Значит так, мы поедем к Саньке. Мама Алены захотела помочь, она видит, что мальчик по тебе скучает. Хорошо. Поехали. Но есть один момент. Это будет единственная встреча, пока одна. Никто об этом не должен знать. Для суда это будет неприемлемым, то, что ты встречаешься с ребенком, от которого отказалась. Они могут это трактовать, как игру на его чувствах. Понимаешь? Хорошо. Я поняла. Никто не должен знать. Даже адвокат. А что это за место? Это сквер с фонтаном, который построил каждый. Надя. Только не сделай глупостей, пожалуйста, ладно? Хорошо, я поняла. Мы вернем ребенка законным путем. Поэтому этот сквер называется фонтан короля. Какого короля? Вот этого короля, который вон сидит на скамеечке. Видишь? Это же моя мама! Ты уже вылечилась. Я уже вылечилась. Почти. Почти вылечилась. Я не знаю, как с ней разговаривать. Она не понимает, что делает. Надя готовится к суду. Не сегодня, а завтра. Подадут заявление. Да, да. Алена. Алена знает, что так произойдет и собирается выиграть. Даже на работу пошла. Мальчик все время ждет, когда вернется мама. И мне кажется, что вот когда они были Санкой во Франции, он тоже ей задавал все время вопросы о маме. Ну, она мне, конечно, этого не рассказывала. Только говорила, как они прекрасно провели время. И что он уже начинает считать ее своей мамой. Мне уже надоело. Мы скоро поедем. Скоро поедем. Я тебе обещаю. Мне сейчас нужно ехать, но мы скоро увидимся. Я же тебе никогда не вру. Ты помнишь? Мы на твой день рождения поедем. Я тебе обещаю. Поедем в Макеевск. Ты мне веришь? Ну, чего ты? Ну, мне что? Верю. Можешь в одежду? Я держу. Ну, что ты делаешь? Я хочу, чтобы ты была у меня на телефоне. Так мне улыбаться или как? Или серьезно? Или улыбаться? Или что? Или серьезно? Или улыбаться? Ну, говори, что мне делать. Это я все катать буду. Шурик. Привет. Привет. Опять рисуешь? Их уже вешать некуда. А кто тебе сказал, что тебе? Я себе ее заберу. Где Санька? У себя. Саша? Давай как злодей фотографируй. Санька. Пас. Сань. Просили? Я тебя люблю. Я тоже. Что ты там смотришь? Мультики. Это же не мультики. Я вижу. Ты зачем это сделала? Прости, бабушка. Все в порядке. Все хорошо, Санька. Иди в комнату к себе. Нам с бабушкой поговорить нужно. Вдвоем. Ты зачем это сделала? Посмотри на мальчика. Ему нужна мать. Понимаешь? Настоящая мать. И она у него жива. Мне жалко эту девочку. А меня тебе не жалко. Нет. Мне тебя не жалко. Почему я тебя должна жалеть? У тебя все пьяно. Ну муж ушел, подумаешь. Такое бывает. Девочка вон еле концы с концами сводит. Такое пережила. Сердце пересадили. А ты еще ребенка у нее слышишь? Ты никому не отбирала. Да я слышала уже. Подписала она бумаги. Да она подписала. Я его полюбила. Да что ты полюбила? Кого ты полюбила? Ты ситуацию полюбила. Да тебе не плевать на него. Ты вообще о нем не думаешь. Заткнись. Уходи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok